Во втором тайме команда значительно прибавила, ну так показалось, во всяком случае. Вот была ли ставка, что именно на второй тайм, после замен, и тут мы Динамо и добьем? Ну, во-первых, ставка была сделана на то, что группа игроков, которые выходят на замену, она должна усилить игру, что в принципе происходит уже не в первый раз, что мы, так скажем, правильные определенные вещи делаем с точки зрения стратегии игры. Что касается второго тайма, я думаю, что уровень готовности у нас достаточно неплохой. Конец сезона, но мы бежим, ребята двигаются, успевают, успевают в определенных моментах в атаке и в обороне, поэтому это достаточно приятно. Михаил Михайлович, и тоже вопрос по матчу. Динамо для вас наверняка не, ну, команда не последняя. Здесь, ну, я смею так надеяться, все-таки вы начинали, проходили свои университеты тренерские. Вот что-то осталось еще после этого? А Динамо? Ну, Динамо, можно сказать, что это тот клуб, где я вырос, воспитанник этого клуба, и начинал работать тренером в Академии, прошел очень много этапов перед тем, как дальше перейти на работу в Российский Футбольный Союз. Понятно, что очень много всего положительного было, и с руководством очень теплые отношения, и с большинством игроками, которые играли у меня в молодежной сборной, и проходили этапы чемпионата Европы, чемпионата мира. Поэтому, конечно, все, во-первых, очень приятно было здесь играть, но на сегодняшний день мы соперники, мы решаем свои задачи, и нам надо выигрывать, добиваться результата, как я неоднократно говорю, показывать хорошее качество игры. И сегодня мы, в принципе, очень довольны тем, что команда показала на поле. Еще вопрос можно? Конечно. Михаил Михайлович, сегодня с трибун, ну, может, меня коллеги кто-то поправит, впервые локомотивская трибуна скандировала имя не Юрия Семина, а ваше имя и фамилия. Слышали ли вы это, и какие ощущения сейчас? Я, честно говоря, не слышал, потому что я был весь в игре. Абсолютно неправильно делал какие-то сравнения. Юрий Павлович – это легенда локомотива, очень много трофеев выиграл. У нас на сегодняшний день есть задачи, которые нам необходимо решать поступательно, поэтому к этому идем. Ну, вот, я думаю, что что касается ощущений, они в любом случае приятные, потому что есть победа в дерби, и мы поблагодарили команду за этот матч. Михаил Николаевич, тоже поздравляю вас с победой. Сергей Величинский – достойная игра. Необычный, наверное, вопрос вам покажется. Вот у «Динамо» достаточно сильная линия нападения, там они играют практически иногда 4-2-4. Теоретически, еще раз говорю, теоретически не рассматривали ли три центральных защитника в сегодняшней игре, понимая, что пары основной нет, и даже дублирующей? Нет, не рассматривали, потому что мы понимаем свои козыри, а они у нас в атаке. У нас очень хорошая и, самое главное, конкурентная группа игроков в атаке, которая может безболезненно выходить по ходу матча, начинать с начала игры, поэтому и свои плюсы, свои козыри мы ищем именно там. Почему именно Марио Митай был вторым сегодня центральным защитником? Марио провел очень хороший матч, качественный матч, а выбор обусловлен тем, что он имеет опыт игры в этой позиции, в национальной сборной и в молодежной сборной своей страны, поэтому мы от этого отталкивались. То есть мы, естественно, понимаем его сильные качества, у него хорошее начало атаки, плюс быстрый игрок, поэтому сегодня он провел очень качественный матч. И последний короткий вопрос. Максим Глушенков только во втором тайме появился. Несколько слов об этом. Почему не рассказывать? Даже как и Сергей Пеняев, потому что, как я уже сказал, что определенная группа игроков начинает игру, и это может быть разные вариации, а другая группа игроков выходит по ходу игры и усиливает эру команды. Да, потому что мы, когда анализируем игру соперника, мы понимаем, на что надо надавить, как действовать по ходу матча, какие предполагаемые замены надо делать. Но это работа тренерского штаба. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Михаил Михайлович, добрый вечер. С победой вас. Вы уже привыкли к победам за последнее время. И не хочется вам сейчас, так сказать, еще дополнительно петь дифферамбы. Я хочу сказать, что от вас будут требовать, ну, скажем так, или вы будете сами для себя на следующий сезон решать задачу, чтобы вмешаться за золотые медали, так сказать, или за верхнюю часть, как минимум. Вот сейчас мы смотрим команду. Команда молодая, команда перспективная. Видно даже при счете 1-2, что у команды есть потенциал. И, то есть, в принципе, то, что она потом сравняла счет и победила, это не секрет ни для кого. Видно все это. Но у меня вопрос. Будет ли все-таки усиление, и будете ли вы рассматривать качественных иностранцев, таких как, типа, Промеса в Спартаке, чтобы он мог, так сказать, делать разницу? Или же все-таки будет ставка на молодежь, и там уже вы будете стараться, так сказать, бороться с этим составом за золотыми, ну, за высшие, так сказать. Ну, спасибо за вопрос. Что касается первого, так скажем, подпункта, да, нам, нашему штабу не привыкать, потому что мы, если говорить о неком психологическом давлении, работали и на чемпионатах Европы, и в олимпийском цикле. То есть, это очень серьезные турниры, где ответственность есть за страну, да, и целое поколение игроков, которые мы представляем. Что касается, это так, небольшая, так, предыстория в следующий сезон, да, так скажем, поэтому мы абсолютно спокойны, нам самое главное, качественно делать свою работу, команда будет готова. Что касается усилений, мы понимаем, что нам необходимо. Самое главное, если появятся те игроки, которые будут на рынке, которые действительно нас усилят, а нам нужно точечное усиление, да, нам надо сделать шаг вперед. Конечно, мы с руководством эту тему обговариваем. Я думаю, что после окончания сезона будет большое собрание с руководством, где мы эти все позиции и моменты проговорим. Здравствуйте, Артем Терентьев, сайт Матч.ТВ. Вот если сравнивать эту игру с прошлым туром, где играли с факелом, как будто сегодня выглядели намного сильнее. Вам не кажется, что, точнее, не так сформулирую, есть ли по-вашему зависимость от того, в старте Артем Дзюба или нет? Есть ли зависимость у локомотива от Артема Дзюба? Ну, я думаю, что мы не как бы выглядели сильнее, а сильнее, да. Спасибо за вопрос, да. Что касается зависимости и независимости, я уже говорил о том, что, конечно, наличие в составе и в команде такого игрока с топ-качествами добавляет вариативности в определенных эпизодах в игре команды. Потому что понятно, когда есть в наличии более легкий, быстрый футболист, это одна структура игры. Когда есть габаритный, мощный игрок, тем более обладающий таким опытом, таким мастерством, это разные вариации. И он очень много полезного делает для команды вариации атакующих взаимодействий.